Гюстав Флобер. Воспитание чувств. История молодого человека. Часть третья, глава пятая. Необходимо достать двенадцать тысяч франков, иначе он больше не увидит госпожи Арно. Ведь до сих пор в нем все еще жила непобедимая надежда. Разве госпожа Арно не заполнила его сердце, не была основа его жизни? Несколько минут он стоял, шатаясь на тротуаре, объятый тревогой и все же радуясь, что ушел от той другой. Где добыть денег? Фредерик по опыту знал, как трудно получить их сразу, даже за любые проценты. Единственный человек мог выручить его. Госпожа Дамбрёс. У нее в секретаре всегда хранились банковые билеты. Он пришел к ней и непринужденно спросил. — Можешь дать мне взаймы двенадцать тысяч франков? — Зачем? Это чужая тайна. Она хотела ее узнать. Он не сдавался. Оба упрямились. Наконец она объявила, что ничего не даст, пока не узнает, для какой цели. Фредерик густо покраснел. Один из его товарищей совершил растрату. Сумму надо возместить сегодня же. — Как его зовут? Его фамилия? Ну, как его фамилия? — Дю Сардье. Он бросился перед ней на колени, умоляя никому не говорить об этом. — Какого же ты мнения обо мне? — спросила госпожа Дамбрёс. — Можно подумать, что ты сам это натворил. Брось трагические позы. На, возьми. И дай ему Бог здоровья. Он побежал к Орну. Торговца в магазине не оказалось. Но он по-прежнему жил на улице Паради. У него было две квартиры. На улице Паради превратник побожился, что господина Орну не было со вчерашнего дня. О барыне он ничего не мог сказать. Фредерик стрелой взлетел на лестницу и приложил ухо к замучной скважине. Дверь, наконец, открыли. Барыня уехала вместе с барином. Служанка не знала, когда они вернутся. Жалование ей заплатили. Она уходит с этого места. Вдруг послышался скрип двери. — Здесь кто-то есть? — Да нет же, сударь. Это ветер. Он удалился. Что бы там ни было, а это внезапное исчезновение оказалось непостижимым. Быть может, режим бар, как приятель Миньо, объяснит, в чем дело? Фредерик поехал на Монмартр, на улицу Императора. Перед домом был садик, обнесенный решеткой с железными бляхами. Крыльцо в три ступеньки оживляло белый фасад. Проходя по тротуару, можно было заглянуть в обе комнаты нижнего этажа, гостиную, где на стульях и креслах были разложены платья, и мастерскую, где сидели швеи, работавшие у госпожи режим бар. Все они были уверены, что муж хозяйки занят серьезными делами, что у него важные знакомства и что он человек выдающийся. Когда он проходил по коридору, в шляпе с загнутыми полями, в зеленом сюртуке, с суровым вытянутым лицом, они отрывались от работы. А режим бар не упускал случая сказать им что-нибудь в поощрение, какую-нибудь любезность в форме сентенции, и впоследствии, выйдя замуж, они чувствовали себя несчастными, ибо он оставался для них недостижимым идеалом. Все же ни одна из них не любила его так сильно, как госпожа режим бар, низенькая деловая женщина, содержавшая его своим ремеслом. Едва господин Муро велел доложить о себе, как она поспешила ему навстречу, зная через прислугу о его отношениях с госпожой Тамброз. Муж должен вернуться сию минуту. Фредерик, следуя за ней, изумлялся порядку в квартире и обилию разложенных повсюду клеенок. Несколько минут он прождал в какой-то комнате своего рода кабинете, куда гражданин удалялся для размышлений. На этот раз гражданин был менее сердит, чем обычно. Он рассказал историю Арно. Бывший фабрикант фаянсовых изделий поймал на удочку некоего Миньо, патриота, владельца сотни акций газеты «Век», доказав ему, что с демократической точки зрения следует сменить администрацию и редакцию газеты. И якобы для того, чтобы одержать верх на ближайшем собрании акционеров, он попросил у Миньо 50 акций, обещая передать их надежным друзьям, которые его поддержат при голосовании. Миньо не придется нести ответственность, не придется ни с кем ссориться, а когда успех будет достигнут, он устроит ему хорошее место в дирекции на 5-6 тысяч франков, по крайней мере. Акции перешли в его руки. Но Арно сразу же продал их и на вырученные деньги вошел в товарищество с торговцем церковной утварью. Тут начались требования со стороны Миньо. Арно увиливал. Наконец, патриот пригрозил привлечь его к суду за мошенничество, если тот не возвратит акций или соответствующей суммы 50 тысяч франков. На лице Фредерико отразилось отчаяние. «Это еще не все», — сказал гражданин. Миньо, человек порядочный, согласился получить хотя бы четверть этой суммы. Новые обещания со стороны Арно и, само собой, новые проделки. Словом, третьего дня утром Миньо потребовал, чтобы ему в течение суток вернули 12 тысяч франков. «Да они у меня есть», — сказал Фредерик. Гражданин медленно повернулся к нему. «Вот шутник. Простите, они у меня в кармане. Я хотел передать ему деньги». «Ну и прыть у вас, честное слово. Впрочем, поздно. Жалоба подана. Орнул. Уехал». «Один?» «Нет, с женой. Их видели на Гаврском вокзале». Фредерик помертвел. Госпожа Режимбар подумала, что он упадет в обморок. Он овладел собой и даже оказался в силах задать еще два-три вопроса об этом событии. Режимбара оно огорчило, так как все это, в общем, вредит делу демократии. Арно всегда был взбалмошным и неосмотрительным человеком. «Пустая башка. Прожигатель жизни. Сгубили его юбки. Мне не Арну жаль, а его бедную жену». Гражданин чтил добродетельных женщин и высоко ставил госпожу Арну. «Немало ей пришлось выстрадать». Фредерик был благодарен гражданину за его сочувствие, и как будто Режимбар услужил ему с жаром, пожал ему руку. «Ты побывал везде, где нужно?» спросила Розанетта, когда он вернулся. «Нет, у него не хватило. Духу что-либо делать он просто. Бродил по улицам, стараясь забыться». В восемь часов они перешли в столовую. Молча сидели друг против друга. Бремя от времени глубоко вздыхали и отсылали тарелки нетронутыми. Фредерик выпил водки. Он чувствовал себя разбитым, подавленным, уничтоженным и уже ничего не сознавал, кроме страшной усталости. Розанетта принесла портрет. Красная, желтая, зеленая и синяя краски были наложены грубыми мазками и оставляли отвратительное, почти комическое впечатление. Впрочем, маленький покойник стал неузнаваем. Фиолетовые губы резко оттеняли белизну кожи, носик заострился, глаза ввалились, головка покоилась на подушке из голубой тофты среди лепестков камелей, осенних роз, фиалок. Эту мысль подала служанка, и обе женщины с набожным чувством убрали младенца цветами. На камине, покрытом кружевной накидкой, между ветками букса, окропленными святой водой, стояли золоченые подсвечники. По углам в двух вазах горели курительные свечки. Все это вместе с колыбелью казалось чем-то вроде престола, и Фредерику вспомнилось его бдение у тела господина Домброза. Почти каждые четверть часа Розанетта приоткрывала полок к колыбелю, чтобы посмотреть на своего ребенка. Она представляла себе, как через несколько месяцев он начал бы ходить, как впоследствии на школьном дворе играл бы в городки с товарищами, каким бы он был в двадцать лет, и каждый из этих образов, которые она рисовала себе, становился для нее новой утратой. Приступы отчаяния обостряли в ней материнское чувство. Фредерик, неподвижно сидя в другом кресле, думал о госпоже Арнол. Теперь, наверное, она в поезде. Смотрит в окно вагона на поля, мчащиеся в сторону Парижа, или, быть может, стоит на палубе парохода, как в первый раз, когда он ее увидел. Но этот пароход уносит ее в беспредельную даль, в края, откуда она не вернется. Потом он представлял ее себе в комнате гостиницы. На полу чемодана обои свисают лоскутями, дверь сотрясается от ветра. А потом? Что она будет делать? Станет учительницей, компаньонкой, может быть, горничной? Теперь она подвластна любым случайностям нищеты. Ничего не знать о ее судьбе было мучительно. Ему следовало помешать ее бегству или же уехать вслед за нею. Разве не он ее настоящий супруг? Думая о том, что больше никогда не увидит ее, что все кончено, что он безвозвратно утратил ее, Фредерик чувствовал, как все его существо разрывается на части. Полились слезы, накопившиеся с самого утра. Розанетта заметила их. — И ты плачешь. Тебе тоже тяжело. — Да, да, и мне. Он прижал ее к груди и, обнявшись, оба разрыдались. Госпора Домбрес тоже плакала, лежа ничком на постели, обхватив голову руками. Олимпия Режимба, приходившая примерить ей первое после траура светлое платье, рассказала о посещении Фредерика и даже о том, что у него на готове было двенадцать тысяч франков, предназначенных для господина Арну. Значит, деньги, ее деньги, понадобились ему, чтобы помешать отъезду той, другой, чтобы сохранить любовницу. Сперва я ее овладел приступ ярости, и она решила прогнать его, как выгоняют лакея. Обильные слезы успокоили ее. Лучше ничего не говорить, все затаить в себе. На другой день Фредерик принес ей обратно двенадцать тысяч. Она предложила ему оставить их у себя, на тот случай, если они понадобятся его другу, и подробно расспросила об этом господине, кто же заставил его решиться на такое дело. Наверное, женщина. Женщины толкают людей на любые преступления. Ее насмешливый тон смутил Фредерика. Он раскаивался в клевете, который возвел на Дюссардье, и его успокаивало лишь то, что госпожа Домброз не могла узнать правды. Одна, однако, упорно возвращалась к этому разговору, и через день снова осведомилась о его приятеле, а затем спросила о Деларье. «Он человек толковый и надежный?» Фредерик расхваливал его. «Попросите его зайти ко мне на днях как-нибудь утром. Я хотела бы посоветоваться с ним об одном деле». Она случайно нашла сверток с бумагами, среди которых были векселя Арну, опротестованные, как полагается, и за подписью госпожи Арну. Именно из-за них Фредерик приходил однажды к Домброзу во время завтрака. Хотя капиталист и не собирался предъявлять их ко взысканию, все же он добился того, что коммерческий суд вынес приговор не только Арну, но и его жене, которая об этом не знала, так как муж не счел уместным предупредить ее. Вот превосходное оружие. Госпожа Домброз не сомневалась в его силе. Но, пожалуй, нотариус посоветует отказаться от этого дела. Она решила поручить его кому-нибудь менее известному и вспомнила о высоком, наглом субъекте, предлагавшем ей свои услуги. Фредерик, по простоте душевной, исполнил ее поручение. Адвокат пришел в восторг от того, что ему придется иметь дело с такой важной дамой. Он поспешил явиться к ней. Госпожа Домброз сообщила ему, что все наследство перешло к ее племяннице, но, дорожа интересами супругов Мартинон, она непременно хочет получить деньги по этим векселям. Даларье понял, что здесь кроется некая тайна, и задумался, глядя на векселя. Имя госпожи Арну, начертанное ее собственной рукой, воскресило в его памяти ее образ и понесенное оскорбление. Если представляется случай отомстить, почему не воспользоваться им? Он посоветовал госпожа Домброз продать с аукциона оставшиеся от мужа безнадежные векселя. Подставное лицо перекупит их и предъявит к обзысканию. Он взялся подыскать подходящего человека. В конце ноября Фредерик, проходя по улице, где жила госпожа Арну, поднял глаза к ее окнам и заметил на двери объявление, где крупными буквами было написано «Продается движимое имущество, состоящее из кухонной посуды, белья насильного и столового, рубашек, кружев, юбок, панталон, шали французских и индийских, рояля Эрара, двух дубовых шкафов в стиле возрождения, венецианских зеркал, фарфора китайского и японского». «Ведь это же их вещи», подумал Фредерик. Превратник подтвердил его предположение. Кто именно довел дело до аукциона, он не знал, но, пожалуй, разъяснение мог дать оценщик Бертельмо. Чиновник сперва не хотел говорить, какой кредитор потребовал распродажи. Фредерик проявил настойчивость. Оказывается, это был некий Сенекаль, поверенный. Бертельмо был так любезен, что дал Фредерику соответствующий номер мелких объявлений. Вернувшись к Розанете, Фредерик развернул дисток и бросил его на стол. «На, читай». «Что такое?» спросила она. Лицо ее было так невозмутимо спокойно, что он вознегодовал. «Знаем мы эту невинность». «Не понимаю». «Это из-за тебя продаются с аукциона вещи госпожи Арну?» она перечитала объявление. «Где же ее имя?» «Но это ее вещи! Ты это знаешь лучше, чем я!» «Какое мне дело?» сказала Розанетта, пожав плечами. «Какое тебе дело?» «Ты мстишь, вот и все, потому и преследуешь их. Разве ты не оскорбляла ее, даже ходила к ней?» «Ты, девка, пошла к ней, святой женщине очаровательной, лучшей на свете! Почему тебе хочется погубить ее?» «Ты ошибаешься, уверяю тебя?» «Брось!» «Как будто ты не привлекла к делу Сенекаля!» «Что за глупости?» он пришел в бешенство. «Ты лжешь! Лжешь, мерзавка! Ты ревнуешь к ней! У тебя исполнительный лист на ее мужа! Сенекаль ужасовался в твои дела! Он ненавидит Арну! Вы с ним столковались! Я видел, как он был рад, когда ты выиграла тяжбу! Ты и тут будешь отпираться!» «Даю тебе слово!» «Знаю, чего она стоит!» Фредерик стал перечислять ее любовников, называя их по именам, приводя подробности. Розанетта побледнев отступила. «Это тебя удивляет? Я на все закрывал глаза, а ты думала, я слепой?» «Теперь с меня довольна. От измен таких женщин, как ты, не умирают. А когда эти измены слишком чудовищные, уходят прочь, наказывать тебе подобных значило бы унижаться!» Она ломала руки. «Боже мой, да тебя как будто подменили! Никто в этом не виноват, кроме тебя!» «И все из-за госпожи Арну!» со слезами воскликнула Розанетта. Он холодно ответил. «Ее одно я любил всю жизнь!» Оскорбление прервало поток ее слез. «Это доказывает, какой у тебя хороший вкус! Женщина перезрелая, цвет лица лакричный, талия толстая, глаза большие, как отдушины в подвале и такие же пустые, если тебе это нравится, ступай к ней! Я так и ждал! Покорно благодарю!» Розанетта застыла на месте, ошеломленной такой неожиданностью. Она даже не помешала ему выйти. Потом выбежала в переднюю и обвела его шею руками. «Да ты сумасшедший! Сумасшедший! Это какая-то нелепость! Я тебя люблю!» Она умоляла его. «Боже мой, во имя нашего ребеночка!» «Знайся, что это твои проделки!» сказал Фредерик. Она снова стала уверять его, что невиновна. «Не хочешь сознаваться?» «Нет!» «Ну так прощай! Навсегда!» «Выслушай меня!» Фредерик обернулся. «Если бы ты лучше знала меня, то поняла бы, что мое решение бесповоротно! Ты еще вернешься ко мне!» «Никогда!» Он силой захлопнул дверь». Розанетта написала Деларье, что ей немедленно нужно видеть его. Он пришел вечером пять дней спустя. Когда она сообщила ему о своем разрыве с Фредериком, он сказал «Не только-то подумаешь, какое несчастье!» Сперва она думала, что он может привести к ней Фредерика, но теперь все погибло. От привратника она узнала о его предстоящей женитьбе на госпоже Дамбреус. Деларье, пожурив ее сперва, стал потом как-то необыкновенно весел, даже игрив. А когда оказалось, что уже поздно, попросил разрешения переночевать у нее в кресле. На другое утро он уехал в Ножан, предупредив Розанетту, что не знает, когда они снова увидятся. Скоро в его жизни произойдет, может быть, большая перемена. Через два часа после его приезда весь городок был в полном смятении. Толковали, что Фредерик женится на госпоже Дамброз. Наконец, три девицы уже, не выдержав, отправились к госпоже Моро, и она с гордостью подтвердила это известие. Дядюшка Рок заболел. Луиза заперлась у себя в комнате. Прошел слух, что она сошла с ума. Фредерик между тем не мог скрыть свою печаль. Госпожа Дамброз, стараясь вероятно развлечь его, стала еще внимательнее. Каждый день пополудня она ездила с ним кататься в своем экипаже, а однажды, когда они проезжали по биржевой площади, ей вздумалось зайти, забавы ради, в аукционный зал. Было первое декабря, как раз тот день, на который была назначена распродажа вещей госпожи Орну. Он вспомнил про это и сказал, что ему не хочется на аукцион, что в зале будет невыносимо, столько там народу и так шумно. Ей бы только взглянуть одним глазком. Карета остановилась. Пришлось последовать за госпожой Дамброз. Во дворе стояли умывальники без тазов, кресла, с которых была содрана обивка, старые корзины, валялись фарфоровые черепки, пустые бутылки, матрацы, какие-то люди в блузах и грязных сертуках, серые от пыли, отталкивающие на вид, некоторые с холщовыми мешками за спиной разговаривали отдельными кучками и громко окликали друг друга. Фредерик заметил, что идти дальше неудобно. Глупости. Они поднялись по лестнице. В первой же комнате направо какие-то господа с каталогами в руках рассматривали картины, в другой продавалась коллекция китайского оружия. Госпожа Дамброс повернула назад. Она всматривалась в номера над дверьми и привела его в самый конец коридора, в какое-то помещение полное народа. Он тотчас же узнал обе этажерки из магазина «Художественная промышленность», ее рабочий столик, всю ее мебель. Нагроможденные несколькими ярусами в глубине комнаты она образовала целую гору от пола до потолка. На других стенах были развешаны ковры и портиры. Тут же на скамейках, расположенных амфитеатром, дремали какие-то старички. Налево было нечто вроде конторки, за которой находился оценщик в белом галстуке. Он помахивал молоточком. Молодой человек тут же рядом вел записи. А ниже стоял здоровенный детина, похожий не то на камивоэжора, не то на театрального барышника и выкрикивал названия вещей. Трое служащих приносили их и клали на стол, вокруг которого, расположившись в ряд, сидели старьевщики и перекупщики. За их спинами теснились люди. Когда Фредерик вошел, покупатели были заняты юбками, косынками, носовыми платками, и все это передавалось из рук в руки, разглядывалось, иногда вещи перебрасывали, и в воздухе мелькало что-то белое. Потом были проданы ее платья, одна из ее шляп, с которой свисало сломанное перо, меха, и, наконец, три пары башмаков. Дележ этих реликвий, в которых ему неясно виделись очертания ее тела, казался ему зверской жестокостью, словно у него на глазах вороны раздирали ее труп. Спертый воздух вызывал тошноту. Госпожа Домбрюс предложила ему флакон с неухательной солью. Все это будто бы очень занимало ее. Дошла очередь до обстановки спальни. Бердельмо объявлял цену. Аукционист тотчас повторял ее еще громче, а трое служителей спокойно ждали удара молотка и уносили вещь в соседнюю комнату. Так скрылись из глаз большой ковер с белыми камелиями по синему фону, которого касались ее ноги, когда она шла навстречу Фредерику. Вышитое кресло, в котором он обычно сидел лицом к ней, когда они оставались вдвоем, оба экрана, стоявшие перед камином, их становилось еще нежнее от прикосновений ее рук. Бархатная подушечка, в которой еще были воткнуты булавки. С этими вещами словно отрывались куски его сердца. Однообразие голосов и движений утомило его, и он погрузился в глубокое оцепенение, граничившее с небытием. Вдруг у самого его уха зашуршало шелковое платье, рядом стояло Розанетта. Об аукционе она узнала от самого же Фредерико. Утешившись, она вздумала воспользоваться распродажей. Она приехала в белом атласном жилете с перламутровыми пуговицами, в платье с оборками, в узких перчатках. Вид у нее был победоносный. Он побледнел от гнева. Розанетта взглянула на женщину, с которой он был вместе. Госпожа Домброуз узнала ее, и с минуту они пристально с головы до ног осматривали друг друга, стараясь подметить какой-нибудь недостаток, изъян. Одна вероятно завидовала молодости соперницы, другая была раздосадована редкой изысканностью и аристократической простотой светской дамы. Наконец госпожа Домброуз отвернулась с невыразимо надменной улыбкой. Аукционист открыл рояль, ее рояль. Стоя, он правой рукой проиграл гамму и объявил цену инструмента — 1200 франков. Потом спустил до 1000, до 800, до 700. Госпожа Домброуз игривым тоном издевалась над этой посудиной. Перед старьевщиками поставили ларчик с серебряными медальонами, уголками и застежками, тот самый, который Фредерик увидел, когда в первый раз обедал на улице Шуазюэль. Потом ларчик перекочевал к Розанетти и снова вернулся к госпоже Арну. Часто во время их бесед глаза Фредерико останавливались на ларчике, который был связан для него самыми дорогими воспоминаниями. При виде его он умилился душой, как вдруг госпожа Домброуз сказала, «Вот это я куплю». «Вещь неинтересная», возразил он. Она же напротив находила ее премилой. Аукционист превозносил ее изящество. «Вещица во вкусе возрождения, а 800 франков, господа, почти весь из чистого серебра. Потереть мелом заблестит». Она стала пробираться в толпе. «Что за странная мысль?» сказал Фредерик. «Вам неприятно?» «Нет, но на что вам такая безделушка?» «Как знать?» «Пригодится, может быть, чтобы хранить любовные письма?» Взгляд, сопровождающий эти слова, пояснял намек. «Тем более не следует обнажать тайны умерших». «Я не думала, что она окончательно умерла», госпожа Домбрес отчетливо прибавила. «Восемьсот восемьдесят франков». «Как это нехорошо с вашей стороны», прошептал Фредерик. Она смеялась. «Дорогая, ведь это первая милость, о которой я вас прошу. А знаете, вы будете не очень-то любезным мужем». Кто-то набавил цену. Она подняла руку. «Девятьсот!» «Девятьсот!» повторил Бертельмо. «Девятьсот десять! Пятнадцать! Двадцать! Тридцать!» взвизгивал аукционист, взглядом окидывая присутствующих и покачивая головой. «Докажите, что у меня благоразумная жена», сказал Фредерик. Он медленно повел ее к выходу. Оценщик продолжал. «Ну что же, господа, в девятьсот тридцать! Кто покупает за девятьсот тридцать?» Госпожа Домбрес, успевшая дойти до двери, остановилась и громко сказала. «Тысяча франков!» Публика встрепенулась, наступило молчание. «Тысяча франков, господа, тысяча франков! Больше нет желающих! Подумайте! Тысяча франков за вами!» Молоточек из слоновой кости опустился. Она передала свою карточку, ей принесли ларчик, она сунула его в муфту. У Фредерико на сердце похолодело. Госпожа Домбрес все время держала его под руку и решилась посмотреть ему в лицо только на улице, где ее ждала карета. Она кинулась в экипаж, точно вор, спасающийся бегством, и усевшись обернулась к Фредерико. Он стоял со шляпой в руке. «Вы не поедете?» «Нет». Холодно поклонившись, он захлопнул дверцу, потом велел кучеру трогать. Сперва он ощутил радость от сознания отвоеванной свободы. Он был горд, что отомстил за госпожу Арну, а ради нее пожертвовав богатством. Потом подивился самому себе, и им овладела безмерная усталость. На другое утро слуга сообщил ему новости. Объявлено военное положение. Законодательное собрание распущено, часть народных представителей отправлена в тюрьму Мазаз. К общественным делам Фредерик остался равнодушен. Настолько он был поглощен своими собственными. Он написал поставщикам, отменил заказы, сделанные для предстоящей женитьбы, которая теперь представлялась ему не вполне благовидной сделкой. Госпожа Тамбрюс внушала ему отвращение. Из-за нее он чуть было не совершил подлость. Он забыл о капитанше, даже не беспокоился о госпоже Арну и был занят мыслью о себе, о себе одном, окруженной обломками своих грез, больной, измученной, павшей духом. Возненавидев полную фальшу среду, где он так много выстрадал, Фредерик стал мечтать о зеленой траве, о тишине провинции, о дремотной жизни под сенью родного крова среди бесхитростных сердец. Наконец, в среду вечером он вышел из дому. Народ теснился на бульваре, собирался кучками. Время от времени проходил патруль и рассеивал толпу, но она тотчас же возникала снова. Говорили без всякого стеснения. Войска провожали насмешками и руганью, но и только. — Как? Драться разве не будут? — спросил Фредерик одного из рабочих. Блузник ему ответил. — Не такие ему дураки, чтобы умирать ради буржуа. Пусть сами устраиваются. А какой-то господин покосившись на этого жителя предместия проворчал. — Сволочи социалисты! Хоть бы теперь удалось прикончить их! Фредерик не понимал, откуда столько ненависти, столько тупости. Его отвращение к Парижу еще усилилось, и через день он первым утренним поездом уехал в Ножан. Дома скоро исчезли, начались поля, простор. Фредерик был один в купе. Положив ноги на противоположный диванчик, он перебирал в памяти события последних дней, свое прошлое. Ему вспомнилась Луиза. Вот она любила меня. Напрасно я отверг свое счастье. Ну, да что там, забудем про это. А через пять минут он уже говорил себе, впрочем, как знать, со временем, почему бы и нет. И мечты его, так же, как глаза, устремились в смутную даль. Она наивная, совсем крестьяночка, почти дикарка, но такая добрая. Чем ближе подъезжал он к Ножану, тем роднее она становилась ему. Когда показались сурденские луга, он вспомнил, как в былые дни она бегала здесь под тополями и ломала камыш на берегу заводи. Приехали. Он вышел из вагона. На мосту он остановился и облокотился на перила, чтобы посмотреть на остров и сад, где когда-то они гуляли вместе в солнечный день. Дорожная усталость, деревенский воздух, упадок сил после недавних волнений привели его в состояние близкое к экзальтации. И он подумал, может быть, она вышла из дому? А что, если я встречу ее? У святого Лаврентия звонили. На площади перед церковью собрались нищие, стояла коляска, единственная в тех краях, ее нанимали для свадеб. А вдруг под порталом, окруженные толпой бывателей в белых галстуках, появились новобрачные. Фредерик решил, что ему почудилось. Да нет, это она, Луиза, рыжеволосая, в белой фате до пят, и это он, де Ларье, в синем фараке с серебряным шитьем, в мундире префекта. Как же так? Фредерик спрятался за угол дома, чтобы пропустить свадебный кортеж. Престиженный, побежденный, разбитый, он вернулся на вокзал и уехал назад в Париж. Кучер, нанятый им, уверял, что от площади Шато-До-О до театра Жимназ всюду баррикады и повез его через предместе Сен-Мартен. На углу улицы Прованс Фредерик отпустил экипаж и пешком направился к бульварам. Было пять часов, моросил мелкий дождь. На тротуаре около оперы толпились буржуа. На противоположной стороне все подъезды были заперты, в окнах никого. По бульвару, во всю его ширину, пригнувшись к лошадям, карьером неслись драгуны с саблями наголо, султаны на их касках и широкие белые плащи развивались по ветру, мелькая в свете газовых фонарей, качавшихся в тумане. Толпа для дела безмолвная, испуганная. В промежутках между кавалерийскими наездами появлялись отряды полицейских, оттеснявшие толпу в соседние улицы. Но на ступеньках кафе Тортани продолжал стоять неподвижный как кариотида высокий человек, которого еще издали было видно. Дюссардье. Один из полицейских, шедший вперед в треуголке, надвинутой на глаза, пригрозил ему шпагой. Тогда Дюссардье, сделав шаг вперед, крикнул «Да здравствуйте, республика!» Он упал навзничь, раскинув руки. Орев ужаса пронесся по толпе. Полицейский оглянулся, обвел всех глазами и ошеломленный Фредерик узнал сына Каля. Фредерик